Саша, здравствуй! Скажи, пожалуйста, кто ты, откуда ты, где ты учился, кто ты по профессии и как ты попал в сетевой маркетинг? Закончил школу, был октябренком, был пионером, комсомольцем. Потом пошел на завод работать, Ростельмаш, комбайны, институт, комбайны, в общем, все это такое. Ну и потом самое интересное, что началась кооперация, я сделал первый оздоровительно-спортивный кооператив. И начал тренировать, ну так как 35 лет боевых искусств, вот моя была такая основная деятельность. Я стал заниматься, тренировать, при этом я работал на заводе, зарплата, инженер-технолог, инженер-конструктор. Вот, и один прекрасный день, все это мне надоело, я сказал, все, я ухожу в свободное плавание. Уволился за один день и стал заниматься спортивной деятельностью. Я тренировал, у меня была в Ростовской области самая крупная школа, полторы тысячи человек, вот, и я проводил свои соревнования, там, ну, в общем, жизнь была очень интересная. Вообще, я себя закрыл в спортзал где-то на лет 20-25. Потом пришел кризис, у людей стало меньше денег, стали в спортзал, они не ходить. Я думаю, да, я выгляну из спортзала, думаю, что там люди делают. А там люди бизнес, там коммерция, все что-то там делают. Вот, ну, я решил попробовать делать бизнес. Ну, и вот 25 лет отдал бизнесу. Вот сколько я в спортзале просидел, потом я столько лет еще бизнесу отдал. Ну, естественно, что нас ничему не учили, я стал делать, как все, традиционный бизнес. Ну, так как у меня спортивная закалка, я думаю, почему я здесь должен хуже быть других, да? И я взял самый сложный бизнес. Это бензин, вот, ГСМ, это строительство. Одно из крупных строительств у меня была строительная компания на юге России. У меня казино было, тогда, когда еще закон разрешал, казино было. Значит, система спутниковой навигации. Один из первых, я запускал эти всякие штучки. И машины ездили, и через компьютер можно было контролировать, где они находятся. Вот, потом все китайские рестораны. Я был монополистом 15 лет в Ростове. То есть никто не мог повторить. Ну, ты бывал в гостях, пробовал эту кухню. У меня всегда были настоящие повара. Ну, и вот направление 10 у меня было традиционного бизнеса. Под спутник я предполагал, что, чтобы выжить в нашем бизнесе, надо иметь там десяток направлений. Да, и я был прав, потому что кризис за кризисом, 98-й год, 2008-й год. И вот это все. Ну, и, конечно, вот сетевой бизнес, когда вот ты первый раз приехал в 2000-м годах, где-то в начале, и стал мне рассказывать про страховые компании. Я думаю, ну, дай поеду, посмотрю. Вот, что за страхование, какая Австрия, там вообще, что там за границей, да? Ну, и благодаря тебе, конечно, я посмотрел мир. Ты мне открыл за границу. Вот. Мне понравилось. Конечно, не совсем, может, понравилась как таковая работа, да? Там что-то надо кому-то говорить, кому-то что-то надо рассказывать. Я этого не был традиционным бизнесменом. Вот. Ну, и периодически я ездил на Кипр, отдыхал, смотрел, что-то делал. Вот. Продолжал делать свой бизнес, потому что он мне давал тогда дивиденды гораздо интереснее, чем вот тот бизнес, который тогда был, да? Ну, я держал в голове. Мне очень понравилась сама система, да? Что, я смотрю, ну, ты постоянно ездишь, ты постоянно с людьми общаешься, постоянно где-то путешествуешь. Я думаю, а я сижу и привязан к этим ресторанам, к этому бензину. Вот. Мне 24 часа я сидержу телефон и жду какого-нибудь сигнала ЧП, что что-то надо ехать и что-то решать надо. То с налоговыми, то с налоговой полицией, то еще что-то. То есть, одним словом, вот эта вот вся кухня, она мне уже, честно говоря, понадоела. Вот. Я стал задумываться, думаю, надо что-то изменить. И вспоминаю, ну, в принципе, то, что Роман предлагал, ну, есть рациональное зерно, надо, наверное, плотнее к этому подойти. Я увидел, что здесь все очень надежно, все очень прочно, стабильно. У нас кризисом, у них там ничего не меняется. Вот. И тогда я сказал, да, окей. Тем более, вот, кооперация, это вообще интересно. Я пока не углубился в это дело, я думал, ну, кооперация, кооперация, что-то такое люди собрались, что-то там порешали, там не разбежались, да. Оказывается, это очень интересная вещь. И сегодня, ну, это совершенно как отдельная жизнь, да, кооперация. Это люди могут делать, решать свои вопросы, не полагаясь на кого-то, да. Вообще, все сложные времена, кооперация, она, в принципе, и людей выводила на нормальные доходы и вообще на нормальную жизнь. Вспомнить, если НЭП в 17-м году, да, ты тогда был, наверное, в НЭПе не участвовал, нет? В НЭПе, в 17-м еще нет. Еще не было, да. Ну, вот, когда НЭП объявили после революции, то страна-то поднялась только за счет кооперации. Вот, потому что, да, действительно, государству тяжело, но ждать уже мы не привыкли. Мы привыкли все делать сами и не надеяться ни на кого. Ну, если кто-то поможет, то, конечно, мы с удовольствием примем помощь. А что лично тебя больше всего привлекает в сетевом маркетинге, что тебе больше всего нравится в этом бизнесе? Человек не бегает по инстанциям, ездит, отдыхает, там, зарабатывает деньги, да, просто говорит и зарабатывает деньги. Ну, это меня очень заинтересовало. Вот, а когда уже я решил, что, да, хватит, это уже следующая ступень, надо переходить. Я вижу результаты, я вижу стабильность на протяжении больше 20 лет. Ты как занимался финансами, так и занимаешься, и ничего не происходит, да? Вот, и я созрел, что хватит бегать. Думаю, я тоже хочу, как и он, не сидеть на телефоне и ждать тревожного сигнала, да? И вот сейчас так и есть. Саш, ты очень успешный лидер. С высоты своего успеха и с высоты сейчас своей карьерной позиции, что бы ты посоветовал молодому, начинающему сетевику? Я бы посоветовал учиться, учиться и учиться. Вот, все, кто не учится, здесь они просто не выживут. Все думают, что сетевой, а, пришел, там, что-то, там, кому-то рассказал, предложил и заработал денег. Это все не так. То есть надо учиться. И чем больше учишься, тем больше зарабатываешь денег. Вот, а этот бизнес, он себе сочетает все. Своя академия, обеих, которые профессиональные, там, бизнес-тренеры. И все это за счет компании. Ну, я, конечно, за все привык сам платить. Но тут, когда компания платит, ну, почему бы нет, да? И поучиться в чем, чему-то новому, я всегда открыт для знаний. Поэтому для молодежи, я всегда говорю, если вы прекратили учиться и не обучаемые, то нигде не сделайте бизнес. На любой сетеве, который сталкивается с первыми отказами, он опускает руки. Как ты пережил эти первые отказы? Сколько их было? Как ты отнесся к своим первым ста отказам? И вообще, был ли в твоей карьере случай, когда ты опустил руки и когда тебе хотело все бросить? Ну, Роман, конечно, может быть, ко мне это не относится, потому что я вообще человек методичный, да? То есть, мне сказали, вот это надо продвигать. Я сел, почитал, изучил. И, в принципе, я могу все объяснить человеку, да? Отказов? Ну, отказы – это те люди, которые просто не готовы к той или иной информации. А так, у меня особых таких отказов нет. Просто я всегда сам отказываю первым. У меня правило в моей жизни – отказать всегда первым. Потому что, ну, что если я вижу, что у него денег нет или у него нет понимания, что ему принесли полезную вещь? Будем говорить так, что я отказываю, не мне отказывают. Саша, в твоем успехе какой навык, по твоему мнению, является самым главным или самым важным? Ну, это методичность. Это сделать одно и то же простые вещи каждый день. Простые вещи. То, что ты говоришь каждый день по чуть-чуть, да, аксоцентом на каждый день. То есть, как бы, вот как раз вот этот твой постулат, он я и делал всю жизнь, ну, в боевых искусствах 35 лет. Каждый день. Одно и то же простые вещи, они приносят колоссальный результат. На твой взгляд, как лично ты сам изменился? Вот каким ты был раньше, до сетевой индустрии, и каким ты стал сейчас? Ну, замечательный вопрос. Ты знаешь, в 10 раз лучше. Я сегодня, как говорю просто людям, да, что, ребята, бизнес, он просто стал технологичнее. Вы просто не заметили, что сегодня вам не нужно иметь бухгалтера, юриста. Есть программа, есть бизнес под ключ. Вы пришли, зарегистрировались, и вот все вам. И бухгалтер, и юрист, и деньги. Что вам еще нужно? То есть, это совершенно бизнес. Зачем нанимать людей, платить зарплаты, решать их вопросы? Саша, спасибо тебе за прекрасное интервью, спасибо за то, что поделился опытом своего успеха. Я желаю тебе, твоей семье добра и благополучия. Я знаю, что у тебя 5 детей, я знаю, что у тебя 8 внуков. Удачи и успеха тебе! Сетевой маркетинг, Роман, да. Продолжение следует...